МИЦУБИСИ ЛАНСЕР Применяю огнестрельное оружие. Останавливаю машину. Экипаж ДПС со специальными световыми и звуковыми сигналами преследует автомобиль Митсубиси Лансер, который накануне угнали в Кимрах. На неоднократное требование полицейских остановиться водитель иномарки только увеличивал скорость, совершая опасные для жизни участников дорожного движения манёвры. Чтобы остановить лихача, сотрудникам полиции пришлось применять табельное оружие и произвести прицельные выстрелы по колёсам преследуемого автомобиля. На 30-м километре автодороги Дубна-Кимры горец и водителя повреждённого автомобиля задержали. Нарушителем оказался неоднократно судимый, лишённый водительских прав, 37-летний житель Кимр. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо составления административных материалов, постановлением суда за управление транспортным средством водителем, лишённым права управления, правонарушителю назначено наказание в виде 12 суток административного ареста. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет. 12 марта исполнилось 145 лет со дня образования Уголовно-исполнительной системы России. Уголовно-исполнительная система Тверской области занимает достойное место в российской системе исполнения наказаний. Положительные изменения происходят во всех структурных подразделениях области. Улучшаются условия содержания подследственных и осуждённых. Во многом это заслуга не только действующих сотрудников УИС, но и ветеранов, чей опыт и поддержка помогли сформироваться не одному поколению сотрудников. Сторм, сторм, сторм! На пол, на пол! Руки за контроль! На своих экранах вы видите тактика специальные занятия отдела специального назначения «Рысь» УФСИН России по Тверской области. Ежедневные тренировки – непременная составляющая работы отдела спецназначения. Предотвращение и пресечение преступлений на объектах УИС. Участие в обеспечении правопорядка в учреждениях, исполняющих наказания. Обеспечение безопасности содержания в них осуждённых и лиц, заключённых под стражу. А также персоналы и членов семей сотрудников УИС. Взаимодействие с правоохранительными органами и проведение специальных мероприятий по обеспечению общественной безопасности, обеспечение постоянной боевой готовности отряда. Эти задачи, поставленные перед отделом спецназначения в год его образования, остаются актуальными и сейчас, спустя 33 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин